Всем! С миром! Помолимся. Царь Небесный, утешителю души истины, И же везде сыщися, исполняя сокровища благих, И жизнепладателю приди в сили сяны, И очистины от всяких скверны, И спаси, блажен души наши. Господи, молим Тебя, благослови наши занятия, Не допусти нам уклонения ни направо, Ни налево от истинного понимания смысла. Прибудь с нами в этот вечер, Сохрани нас в любви, согласии, единомыслии по слову Твоему. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. 19 апреля сегодня, 2019 год. Мы проходим пособие по изучению Евангелия от Марка. 9 глава, с 1 по 13 стих. И сказал им, «Истинно, говорю вам, есть некоторые стоящие здесь, Которые не вкусят смерти, Как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. И по прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова, Иоанна, и возвел на гору Высокую особо их одних, И преобразился пред ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег. Как на земле белильщик не может выбелить, И явился сам Илья с Моисеем, И беседовали с Иисусом. Моисеем Петр сказал Иисусу, «Рави, хорошо нам здесь быть, Сделаем три кущие, Тебе одну, Моисею одну, Одну Ильи, Ибо не знал, что сказать, Потому что они были в страхе. И явилось облако, осеняющее их, И из облака И шел глаз глаголющий». Как у кого-то микрофон не выключен. Глаз глаголющий, «Сей есть сын мой возлюбленный, В котором мое благоволение». «Сей есть сын мой возлюбленный, Его слушайте, простите». И внезапно, посмотрев вокруг, Никого более с собой не видели, Кроме одного Иисуса. Когда же сходили они с горы, Он не велел никому рассказывать о том, Что видели, Но доколе сын человеческий Не воскреснет из мертвых. И они удержали это слово, Спрашивая друг друга, «Значит, что значит воскреснуть из мертвых?» И спросили его, «Как же книжники говорят, Что Ильи надлежит прийти прежде?» Он сказал им ответ, «Правда, Илья должен прийти прежде И устроить все. И сыну человеческому, Как написано, О нем надлежит много пострадать И быть уничижену. Но говорю вам, Что Илья пришел и поступил». И поступили с ним, Как хотели, Как написано о нем. Не поступаем ли мы часто так, Ища собственного духовного наслаждения? Вот такой вопрос предлагается разобрать. Что имеется в виду здесь Под словами Ища собственного духовного наслаждения? О каком наслаждении духовном Здесь идет речь? Пожалуйста, У кого какие мысленности еще? Нету мысленности? Трудный вопрос. Трудный вопрос, да. Ну, это, в первую очередь, Ощущение Какой-то нигде благодати Некоторые ищут Какое-то там Воспарение духа И мысли Я так понимаю Ну, вот Здесь о чем говорится? Петр сказал Иисусу Рави, Хорошо нам здесь быть Может быть это имеется в виду? Да что нам гадать Тут Игнать Тихонич рядом Игнать Тихонич О чем? О каком духовном наслаждении Здесь речи идет? Вот вопрос Не поступаем ли мы часто так Ища собственного Духовного наслаждения? Так Как? Как Петр, что ли? Или как? Что имеется в виду здесь? Ну, он что хотел Петр-то? Чтобы остаться там Не ходить То есть, это монастырь Это первая попытка Устроить монастырь Теплый палат Никакой нужды не знают Только о своем благополучии И теперь они совершенствуются Повторяют Господи помилуй Четыреста раз Мне приятно Они наконец-то У сладу Теплота пошла Они все это описывают Исихасты А внизу там бесноватые Ничего не могут исцелить его А зачем туда? Нам на горе хорошо Построим монастырь Ты Туавой будешь у нас, Господи А мы будем настоятелями Понятно Так, ну и забывая о нуждах других Ну понятно, кто такие Другие Это бесноватые Которые в миру Или просто Нуждающиеся в духовной помощи Люди Страдающие во грехах То есть О них нужно запомниться А собственное духовное наслаждение Да, это вот Монастырь Из стиха четвертого Видно, что Усопшие святые Сохраняют свой облик И узнаваемы Давайте вернемся к этому четвертому стиху И явился им Илья с Моисеем И беседовали с Иисусом Вот То есть Узнали его Илья и Моисей Имена названы Не просто там Сказано два человека Или там два пророка Ветхозаветника Конкретно Иисус их, видимо, узнал Да и Петр, наверное, узнал По разговору Так он их видеть-то не видел А Дух Моисея Ильи Известен был Ну, это если сравнить То можно Ну, например, кто-то читал там Пушкина Или там Лермонтова И уже если ему Дадут неизвестно Уже по По стилю Изложения Уже можно узнать Кто автор Также Илью И Моисея Можно По разговору Было опознать Не обязательно Видеть было его фотографии Когда еще и фотографии-то не было Портреты-то, может быть, писали Передавали Вполне можно Так Да, вот и Сергей Тушенко Замечает Моисей умер А Илья вознесся Они В разном состоянии Пребывали Ну, вопрос я не знаю В разном или не разном Ну, мы знаем Вот Из откровения Что Праведники Инох Илья Они Перед старым Пришествием Придут И их Все равно Убьют То есть Смерть Телесная Даже Этих Праведник Которые Взяты Были Живьем На небо Она Их Непременно Найдет Вот Да Моисей умер Или я не умер Но На небе Как Они Все равно Там Другое Совершенно Состояние Там Не едят Не пьют Замуж Не выходят Не женятся Сказано Ну Будет Такое Сказано Но На небе Какой-то Там Еда Питье Сомневаюсь Я Конечно В этом Не знаю Стоит ли Об этом Рассуждать Состояние Их Разные Не Разные На наше Спасение Это Не Не Влияет Нам Думать Надо О Нашем Состоянии Духовном Сегодня Если Мы Завтра Умрем Где мы Окажемся Вот Аминь Так Ну Что Нам Это Дает Что Усопшие Святые Сохраняют Свою Облик Узнаваемо То Есть Это Вера Она Дает То Что И Мы Будем Узнаваемы По Смерти Нашей Там На Небе И Мы Других Будем Узнавать И Братьев С 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 Узнаем Но Уже Там У Души Не Будет Пола Так Скажем Раз Не Будут Не Замуж Выходить Не Жениться То Есть Тела Наши Изменятся И Они Будут Некленные Там Но Также Сказано Что Некоторые Не Умрут Но Изменятся То Есть Последние Времена При Втором Пришествии Христа Люди Живущие Они Из Невкусят Написано Смерти И Они Из Тела У них Переменятся Из Стареющих В Некленные Вне Стареющие Треть Это Значит Увидать Стареть Лука 16 23 И Вади Будучи В муках Он Поднял Глаза Свои Увидел Вдали Авраама И Лазаря На Лоне Его Еще Этот Стих Подтверждает Что Там На Том Свете Вот Богач Он Во первых Узнал Лазаря Узнал Авраама Увидел Вот То есть Люди Будут Узнаваемы Будут Именно Тела Будут Непленные Но Некоторые Считают Они Будут Как Все Все В 33 Года Тела Все Бабушка Умерла В 85 Лет И Вот Господь Вернет Ее В 33 Летний Вот Такой Вот Откуда Это Взяли Может Возраст Христа 33 Года Ну В Библии Об этом Не Говорится Но Однако Однако Есть Такое Мнение Дальше И Мать Иисуса Не Понимала Но Сохраняла В Сердце Своем Лука Вторая Глава 50 51 Сейчас Откроем Лука Вторая Глава 50 51 И Он Подошел С Ними И Пришел На Завет И Был В Повиновении У Них И Матерь Его Сохраняла Все Слова Сии В Сердце Своем Так и Нам Следует Поступать С тем Чего Мы Пока Еще Не Разумеем Настанет День Когда Непонятная Разъяснится И Приводится Мать Иисуса Богородица Да Она Не Понимала Как Сие Могло Произойти Она И до Зачатия Не Понимала Как Сие Такое Может Быть Когда Я Мужа Не Знаю Она Ангела Спрашивала Не Понимала Потом Все Таки Родила Без Мужа Ничего Не Понимала Она Понимала Что Что То Не Обычайное С Ней Происходит Ей Родственница Лисавета Говорит Облажать Будут Тебя Все Роды И Что Матерь Господа Моего Явилась Ко Мне Блажен Очень Мои Вот Так И Нам Надо Поступать Сегодня Мы Еще Не Не До Конца Все Понимаем Все Откроется В вечности А может Быть Что То В Этой Жизни Откроется Но Написано Всему Свое Время Время Собирать Камни И Время Их Разбрасывать Почему Именно Камня Говорится Время Собирать Камни И Время Разбрасывать Камни Если Кто Знает Можете Сказать Что Сие Такое Означает Почему Именно Камня Говорится Игнать Тихач Вы Не Знаете Всему Свое Время Говорят Время Собирать Камни Время Разбрасывать Камни Время Строить Время Ломать Это Имеется Ввиду Что Либо Почему О Камнях О Грехах Такая Связь Разбрасывание Камнями И Собиранием Камнями И Грехами Можем Благодителях Речь Идет Раздавать Благодители Делать Благие Дева А потом Получать Дары То есть Камни Разбрасывать Это Вот Раздавать Нищему Собирать Камни Это Награда На Небесах Такое У вас Толкование Да Ну Да Ну А Оля Ты Как Думаешь Почему С Грехами Связано Я Думаю Что Пока Не Верующие Были На Собирали Этих Камней Грехов А потом Пришло Время Каяться И Избавляться От Этих Грехов Да От Этой Тяжести Не Нужно Избавляться Ну Почему Тогда Разбрасывать Сказано Разбрасывать Камни Ну А Камнями Еще Побивали Раньше Камнями Побивали Раньше Ну Есть Такое Еще Выражение Вот Да Я Согласен Как Гора С Плеч Когда Исповедуешь Грех И Тяжесть Как будто Камень Ты Носил На спине В рюкзаке И Исповедовался Этот Камень Вот Ну Да Если Казать Скинул Камень Из души Тут Подошло Бы А Речь Идет О Разбрасывании Камней Разбрасывании Камней Да Богословы Тут Собрались Камня Тайный Смысл В камнях Решили Увидеть В Вертал Камни Тайный Смысл Ну Это же Про Собирать Камни Разбрасывать Это Кедиат Писал Когда же Не было Исповедения Нито не ходил Исповедоваться Грехи Как там С грехами Лежать Да В Ветхом Завете Такое Сказано Что Много Чего Не было Конечно И спутников Не было И телескопов Не было Однако Сказано Земля Повешено Ни на чем И написано Что Земля Шар Откуда Он это мог Знать Моисей И так же Экклесиаст Сказал Время Собирать Камни Время Разбрасывать Камни Ну Вечности Спросим У Экклесиаста Чего Гадать То Если Кому-то Духом Святым Открыто Это И он Сказал Мы Можем Это Принять С Благодарностью Или Может Игнарь Тихонич У него Какой-то На этот счет Откровение Может Он Толкование На Экклесиасте Читал Пришел Царь Двуходоносор И Раскидал Камни Храма Иерусалима Но Пришел Неемия Сезрой Выпросили У царя Кира Сопутствующий Документ И Стали Собирать Эти Камни Вот Пастырь Ермы Есть Такая Книга Там Об этом Подробно Все Описано У нас Она Насчитана А К этому Ермию Кремленам Послание Апостол Павел Передает Привет Как Камни Кладут Которые С трещинами Откидывают В сторону А потом Уже Не хватает Все Опять Собирает И Обтесывает И кладут Время Собирать Камни Храмы Разрушили В России А потом Собрали Теперь Опять Строят И строят И снова Раскидают Тут Очень Даже Все На глазах Есть А они Брали С этого И вот Так Бывает И людей Разогнали Все А сейчас Со всех сторон Ищут Специалистов А вначале То убежали За рубеж Исследовательские Были Там Целые Центры По военному Делу А им Сейчас Такую Как Депутатам Оклад Сделали Из-за Рубежа Теперь И Да куда Мы уехали А там Дальше Чем Шофер Или Конвертер Разносить Ни к чему Непригодны Тем Они Стали Там Это Как-то Жириновский Про это Говорил А пришло Время Собирать Камни Камни Это Каждый Человек Так Можем Понимать Все Ты Не забудь За трех лет Привезти Сергей Павлович О Ладно Не забуду Постараюсь Мы Сразу С Галиной Пойдем Прямо К Алтаю Там Будем А ты Заряди Хорошо Свой аппарат Чтоб был Заряженный К нему Провода И переходник Не забудь Взять Хорошо Отошел Так Ну попрочитал Ого есть По преображению Господня Вопрос Вот про камни Еще могу Почитать Григорий Двое слов Пишет Если можно Демонстрацию Экрана Я с телефоном Боюсь Что сейчас Быстро Не сориентируюсь Хорошо Давай Не надо Тогда И Соломон Говорит Время Разбрасывать Камни И время Собирать Камни Экклезиаст 3.5 Потому Чем более Приближается Конец Мира Тем Необходиме Чтобы Были Собраны Живые Камни Для Небесного Здания Доколе Здание Нашего Иерусалима Не достигнет Своей Миры Такое Еще Дополнение Да Домостроитель Святая Боже Говорите Да Точно Точно Язычники Тоже Камнями Названы Да И вот Речь идет О людях Уверовавших Во Христа Наталья Да Такое Еще Толкование Вот Шахматов Камень Который Сейчас Уверовал Был Камнем Да Какой Уверовал Камень Не Остался Он Жук Еще Тот Надежда Есть Петр Камнем Тоже Назван Именно Ты Петр Камень На Семь Камней Осознан Церковь То есть Имеется Ввиду Твердость Веры Люди Камнями Названы Да Ну Вот Идем Дальше Евангелие От Марка Девятая Глава С Четырнадцатого По Двадцать Девятой Стихи Относительно Камней Если кто Смотрел Семнадцать Мгновений Весны Когда Разговаривает С Мюллером Штирлис А тот Приводит Место Ну Не Так А Штирлис Точно По Писанию Сказал Так Ты Где Это Знаешь Язык Врага Я Должен Знать Евангелие От Марка Девятая Глава С Четырнадцатого По Двадцать Девятой Стихи Исцеление Бесноватого Придя К ученикам Увидел Много Народа Около Них И Книжников Спорящих С Тот Час Увидев Его Весь Народ Изумился И Подбегая Приветствовали Его Он Спросил Книжников О чем Спорите С ними Один Из Народов Сказал В ответ Учитель Учитель Затем Доколе И Будут Терпеть Ком И Приведите Его К Нему Как Скоро Бесноватый Увидел Его Дух Сотряс Его Он Упал на землю и валялся, испуская пену, и спросил Иисуса отца его, как давно это сделалось с ним. Он сказал, с детства, и многократно дух бросал его и в огонь и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам. И Иисус сказал ему, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. И тотчас отец отрока воскликнулся слезами, верую, Господи, помоги моему неверию. Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему, дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него. И вскрикнув и сильно сотрявший его, вышел. И он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. И как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали его наедине, почему мы не могли изгнать его. И сказал им, сирот не может выйти иначе, как от молитвы и поста. Евангелие от Матфея, 17 глава, 14 стих. Тогда они пришли к народу, то подошел к нему человек и преклоняя пред ним колени. Сказал, Господи, помилуй сына моего, он в новолунии беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в году. Ну, вот эта же история повторяется и у Матвея. Также и у Луки, видимо, эта же история говорится. От Луки 9, 37. Да, такое же повествование. Вот, три евангелиста отписывают это событие. Матфей, Лука и Марк. Народ изумился, что Иисус пришел так кстати. Молитва питает вера, а вера дает силу. Дело стало не за Христом, а за плачущим Отцом, за его неверием. Вера, хотя бы и самая слабая, есть проводник для всемогущей Божьей силы и сверх всякого понимания расширяет пределы возможного для человека. Бывают кризисы в жизни, когда мы сознаем свою потребность в вере. Лучше всего обратиться ко Христу за помощью, независимо от того, что мы чувствуем, не рассматривая себя под микроскопом. Да, вот о вере нужно, если почувствуете в себе, как вот этот вот отец весноватого, слабую веру, нужно вот на примере этого отца взмолиться о Господе. Верую, Господи, помоги моему неверию. То есть, зачем ему как бы молиться о помощи неверию, когда он говорит верую. Видимо, что вера у него была такая вот колеблющаяся. Писание в другом месте говорит нам, переходите от веры в веру. То есть, не то, что там от пятидесятников переходите к баптистам, а от баптистов там к иеговистам. Не об этих верах речь идет, а о духовном росте. О вере мне еще нравится. Вот если в Писании сказано, что и Екит проглотил Ивону. Он, кто верит, что такое может быть? Его на три дня в чреве у кита синел. Невероятно. Там же кислота, все там переводил, чтобы он кита. Я верю, я, Наташа, верю. Ну, а кто сказал, что если бы было написано, что Иона кита проглотил в Библию, я бы тоже поверил. Ты бы поверила? Я бы поверил. А что? Должна быть уверенность невидимая. Да, мы не видели ни Иону, ни кита этого, как он глотал. Но мы представляем это. Что это возможно. Но представить, что Иона кита заглатывает, ну, труднее гораздо. Но, однако, тоже представить можно. Кит может там, солнце внезапно высохнуть, стать сушеный кит. Сушеная рыба, она меньше. В разы становится. Ну, не в разы, конечно. Ну, я уж так утрирую. Сергей, был реальный случай, выловили какого-то английского рыбака, он тоже там у кита плавал в очреве, даже Ткачев как-то говорил про это. Ну, вот, Господь показывает. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ну, вот, что такое время. Ой, вера, простите. Вопрос. Пожалуйста. А почему ученики не могли изгнать тогда и сына этого человека? Уж они-то были, уж они-то верили, они знали. Кто желает ответить, пожалуйста. Христос же сказал, что маловерные. Значит, мало веры было, потому и не получилось. У кого? Ну, учеников его, они сказали. Почему у нас не получилось? Христос им же ответил, эх, маловерные. Все этим и связано. Прямо он так им и ответил. Ну-ка, давай вернемся. Давайте посмотрим. И сказал им, сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста. А где он им сказал, эй, маловерные? Давай зарядь. Это в Матфея, наверное. Маловерные. Найти. Это он не им сказал, а тем, у кого они пытались изгнать беса. Маловерные. Тут вот о ветрам говорится, и второй раз маловерные говорится, что хлебов не взяли, упрекает их учеников. Больше слов маловерные не встречается. Здесь о маловерии сказано вот именно этого отца, который привел этого бесноватого. А Господь говорит, ты веришь в это? И вероятнее всего, когда отец бесноватого приводил ученикам своего сына, он не верил, что они способны его исцелить. Из-за его неверия, из-за его неверия, так и получилось. И здесь, потому что ученики не спрашивали у него, как Христос, а ты веришь, что мы способны исцелить? Если бы они задали ему такой вопрос, ну не знаю, попробуйте. Ну тогда, знаешь, тогда это не к нам. Тогда иди вон экстрасенсам, гадалкам, там исцеляйся. Писание говорит, то есть некоторые избрали врача вместо Господа. И это в упрек ставится. Это не говорится о том, что не нужно к врачам обращаться. Также сказано, что иногда, иногда в руках врача бывает успех. Но когда, допустим, есть святая вода и есть лекарства. И вот сомнение называется. Знаешь, что лекарство помогает, святая вода помогает. И в то веришь, и в то. И вот такое искушение, что применить? Да и то, и то, Господи, помоги, надо вера. Грех это или не грех? Другой скажет, да грех, вот святая вода, вот в нее и верь, и верь, и влечись. А лекарства не тронь. А другое там скажет, да что там, святая вода? Надо лекарства, это вот, Бог это лекарство придумал тоже. Поэтому тут, тут вот, Рахиль, о неверии отца, а не неверии учеников. Но ученикам он сказал, все и роты сгоняются только от молитвы и поста. А отец молился, если бы веровал бы, молился, и может быть и по молитве бес бы этот вышел бы. Также, как помните, случай был, говорит, а зачем тебе, Господи, идти? Скажи только слово и выздоровеет, слуга мой. Не надо никуда ходить, не надо ни глаза там мазать грязью, только слово. Вот какая вера. И Господь говорит, в Израиле не нашел я такой веры. А в этом случае, ну вот, Христос и спрашивает у отца, веришь ли? А ему хотелось, чтобы сын был исцеленный. И вот со второй попытки он уже начал молиться, молиться, вот. Но Господь добавил еще и пост, оружие против неявов. По себе скажу, когда вот с сыном моим случилась вот эта шизофрения, я твердо был уверен в эти слова, что сей род бесноватый бесов изгоняется только молитвой и постом. Никакими таблетками. Я в этом прям вот был настолько уверен и убедился в этом. Вот сами шизофреники еще и писали на форумах бывшие исцеленные. Вот. И вот бес вышел из сына, он сейчас выменяемый совершенно. Сергей, сколько дней ты постелся? Три дня не пил, не ел. Ой, ну, слава богу, по-самому. Ну, я вот обещал три дня, я до этого не было у меня такой практики, опыта. Вот. И к слову сказать, ну, поверь, Господь дал. Так вот первый день был трудный, а вот второй и третий я даже работал, на машине ездил. Я совершенно не был. У меня вот, когда я читал Евангелие, у меня не было веры, что человек может 40 дней прожить без пищи. Некоторые еще считают и без воды, но вот в это вот у меня веры слабы. Без воды, я вот три дня без воды, это тяжело. Вот. И вот, вот в это, что 40 дней, может, то, что Христос, я верю, а то, что другие, потому что на себе испытал. Ну, верю, но, ну, Господи, помоги моему неверию, как вот отец-то, я тут молился, так и я молюсь. Вот эти два случая говорят о вере отца. Именно, именно мы видим сейчас веру отца. Отец фигурирует в этих двух случаях. Да, 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 ну, давай еще раз вернемся. Это не случайно, видимо? Вот, видишь, вот давайте вернемся. Конечно, не случайно. Вот он говорит, но если что, можешь, отец говорит, это слова отца. Жалься над нами и помоги нам, то есть и сыну, и отцу. Вот эта вот фраза, если что, можешь, полностью говорит о сомнении его. Если бы он веровал, он бы сказал, Господи, жалься над нами, я верю в тебя. А тут он его ни Господом не называет вначале, ни что. А Иисус ему отвечает, если сколько-нибудь можешь веровать, то есть Господь же сердцеведец, все возможно верующему. А к ученикам он приходил, видимо, вот, без веры. И вот он и говорит-то, после того, как помолился, Господи, помоги моему не верю. Дальше. Иисус, видя, что сбегается народ. То есть тут не написано, Иисус, видя веру приносимых, или веру отца, как в другом случае, когда, помните, через крышу расслабленного приносили, и там сказано, что по вере вот этих приносимых, видя веру, их написано. Здесь не написано, что он видя веру. Ну, сразу испугался, что народ побежит, а он сразу быстрее вот начал этого духа изгонять, пока, видимо, народ не собрался, чтобы... Ну, он не хотел, чтобы его прославляли. Скромный был Господь наш. Не на показ все дело. Вот. И он изгоняет этого духа нечистого, и запрещает этому духу опять входить в него. Также мы про духов читаем, что духи исходят, и вот ходят по... Где они ходят? По земле, по небу, или духи злобы поднебесных, но между небом и землей они где-то находятся, эти духи. И... И куда эти духи деваются? То есть, выйди из него и не входи в него. Где-то же этот дух ходит, он умирает или не умирает, тоже непонятно. Он в свиней вогнал Господь этих духов? Свиньи умерли? И духи вместе с ним умерли? Или они остались и опять где-то ищут там? И умирают? Может ли дух умереть или не может? Тоже не непонятно. Или они до второго пришествия будут витать в воздухе. И сколько этих духов? Уменьшаются ли они? Когда человек умирает злой, или он выходит, этот дух остается опять на земле, в других людей вселяется. Есть же учение у истусов, что реинкарнация, то есть душа переходит из свиньи, там... В прошлой жизни был свиньей, поэтому сейчас человек как свинья живет. это, конечно, ложное мучение. И опасное. Опасное оно чем? Что человек, поверив в это, он думает, ну, подумаешь, я в этой жизни буду грешить, потом... буду в следующей жизни там ослом, ничего страшного, потом может опять человек обстану. Хо-хо-хо-хо-хо. Мы знаем случаи, когда изгнанный дух ходил, искал семерых худших себя, вернулся где-то же он их нашел, где-то же они были тоже. Да. Он их нашел, вернулись, место очищенное. Но в этом случае Иисус сказал, не возвращайся сюда никогда. Да, запретил. У них там иерархия, строгое подчинение. В житиях святых же это описывается, то есть там дьявол, самое главное, и по иерархии, как было на небе, только в обратную сторону, то есть там такого нет, что там ходят, что-то ищут, там приказы, все жестко, если что-то не так наказывают. Это в житиях описано. Ну вот вопрос, Сергей. «Видел ты лично собак бесноватых?» Ну вот, ну вот, сто процентов сказать, что она бесноватая, я не могу, но злобных видел, если как бы рассуждать, что дух злобы в них как бы сидит, то и на... Да, можно сказать, что эта собака бесноватая, то есть она злая, и ее нужно укращать. И по вере, по моей, вот, я даже на глазах у хозяина укращал собаку и молился, дух злобы, выйди из него. И у меня получалось, то есть собака укращалась. Но... Я понимал, что я не с помощью, там, молитвы и поста, а с помощью, вот, механических упражнений. Он рано или поздно выходит. То есть я собаку просто укращал, как вот... В цирке укращают с помощью удавки, там, бича, там, или там, что-то вот такое. Там же хищники, звери, они же... Очень много случаев, что дрессировщиков убивают. То есть он нормальный-нормальный, потом дух вселяется, это злоба обратная и убивает дрессировщиков уже. Вот. А злых, вот, кровь, это собак, приходилось мне укрощать, но я... Назвать их бесноватыми. Но в «Житиях святых» описана история, что, ну, святому, значит, привиделось, что из видальского капища вышли духи и вселились в собак. И он собак побил камнями, ой, палками. И тем самым, вот этих бесов, вот, убил так. Так вот есть такое. Милетий, по-моему. Я сейчас могу ошибаться. У этого. Вот. А то, что вот, когда, ну, видел в интернете, когда собака умирает, когда ее травят, и она тоже, как бы, цепенеет, и так же пену испускает. Я вот сейчас вот читал, у меня тоже вот эта вот картина почему-то пристала, и мне казалось, что из этой собаки злой дух выходит. И не зря писание, вот, говорит, не давайте святыни псам, не бросайте жемчуга перед свиньями. Псами названы люди, неверующие, язычники. Раз они не верят, ну, понятно, какой дух в них сидит. Бес, бес неверия, бес немой, как тут написано. Почему немой? Ну, то, что он не может, уста закрытый. В других случаях, глухой немой. А здесь просто только немой. Бес. Вот. Все. Да. Все же хотелось вернуться к значимости отца, веры отца. Видимо, не случайно тут сказано, что отец обратился, и вот в твоем случае неспроста, наверное, вера отца. Да. Но я когда на сцене молился, я вот это место у меня не было. У меня было место в сердце, все роты сгоняются только молитвой и постом. Но мне надо было убедиться, что это никакая не болезнь, вот говорят, наркомания болезнь, пьянство болезнь, никакая это страсть человека, бес мучает, вошел, и мысли ему давят, что это не грех, что это вот, ну, такая вот слабость. И болезнь может без внушения. Это болезнь, ты больной, тебя нужно жалеть и лечить. Драть тебя надо, Игнать Тихонид говорит, наркоман. Почему, когда его в тюрьму, все салят и все. А мать последняя, у сына ломки, мама, мама, дай, 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 плачет, она ему идет, последняя продает дозу, покупает, чтобы он не умер. В тюрьме ни один не умер. Посадили его, все, нету наркотиков, доступа, все, он организм справляется, очищается, оживает. А это бес, мучит, дай, дай, дай. Но, тоже замечание про бесноватых собак и бешеных собак. Идея, болезнь бешенства передается с помощью собак и лисиц. Есть такая теория, глупее не придумаешь, что бродячие собаки это барьер бешеных лис. Если бродячих собак убрать в городе, то будет нашествие бешеных лис. И нас все бешеные лисы покупают, покусают, если мы бродячих собак перестреляем. Вот так смешно прям. Во-первых, если бешеная лиса укусит собаку, собака тоже становится бешеная. И она идет дальше кусать. То есть, распространяется бешенство. Не так, что лиса укусила бешеную собаку, и собака сдохла, и человек живой остался. Нет. Она не умирает, она живет еще какое-то время. Бешенство. Если человек не придумали еще лекарство от бешенства. Летальный исход. Что это? Бес вселяется. Или вот на примере вот этих свиней сказано, что вошел в свиньи и бесы эти свиньи бросили сами. То есть, самоубийством жизнь закончили. Вот. Так, Елена тут, что она напишет. Кстати, там бесы погибли, когда оценки господь. Что? В случае со свиньями бесы погибли, когда в воду свиньи прыгнули. Не сказано там ничего. Утонули. Свиньи утонули, тела, а бесы может быть вышли. Не знаем, о чем написано, о том мы не рассуждаем. Но это нам показано для того, чтобы мы знали вот эту демоническую силу этих духов бесовских, что их задача погублять. И если злой дух входит в человека, в собаку, в свинью, его задача этого человека рано или поздно убить. Бешеную собаку рано или поздно убьют, так же и бешеную свинью или корову, которая бодлива. Закон Господень повелевал побивать его камнями и хозяина наказывать, если он знал, что у тебя бык бодлив, то есть бешеный, одержим злым духом и не стерег его, и он кого-нибудь забодает, побить и хозяина, и быка убить. А если хозяин не знал, то хозяина ничего страшного, а быка побить камнями. Значит, для чего-то этих животных убивали, чтобы эти бесы не распространялись или что? Да, бесы уплыли в море, и те, кто купается в море, могут беса посхватить? То есть вопрос. Ну, это же не насморк какой-то, не Орзе. Поэтому, если бесы изгоняются молитвой ипостом, его Орзе луком и чесноком, что сравнивать? Простуда. Вот, но в житиях сказано, что ты широко раскрываешь рот, не боишься ли, что то бес туда вскочит? Такое тоже есть, как будто это вот кто-то описывает, что бес вошел в человека в момент блуда. Поэтому греха нам нужно бояться и ну, и бояться того, кто и тело, и душу может геене погубить. В одном месте того, с маленькой букву написано, то есть бойтесь, как бы, дьявола. Но дьявол не может душу погубить, он может только тело по попущению божьем погубить. Как вот в книге Иова. проказа была, то есть телом он может без твоей все, что хочет проказу наслать, душу только говорит, его не трогай. Здесь имеется ввиду все-таки тоже жизнь они потому что душу как раз дьявол и искушал и смущал душу Иова этими всякими катаклизмами. народ изумился, что Иисус пришел так кстати. Молитва питает веру, а вера дает силу. Дело стало не за Христом, а за плачущим Отцом, за его неверие. Вера хотя бы и была самая слабая, есть проводник для всемогущей Божьей силы и сверх всякого понимания расширяет пределы возможного для человека. Бывают кризисы в жизни, когда мы сознаем свою потребность вере, лучше всего обратиться ко Христу за помощью, независимо от того, что мы чувствуем, не рассматривая себя под микроскопом. еще раз зачитаю, чтобы утвердилось это у нас. К слову сказать о вере, первая молитва Игнатия Тихоновича была после того, как он взял в руки Евангелие, он ощутил в себе, что у него не хватает веры. И вот он молился, Господи, как вот этот отец, дай мне веры и после этого, как будто что-то осияло его с неба и он верую, верую, верую. То есть, когда читал, дошел до места, что Господь сделал так, что апостолы заговорили на иных языках. Он читает это, я не верю. Не верю, потому что язык нужно изучать минимум три месяца. У меня товарищ тоже был случай православный, все там, молится, в храм ходит. Задаю ему вопрос, ну там, о войне мы заговорились, они же все православные, все за убийство на войне, как один. вот, я говорю, ты веришь, что Христос вот ухо обратно прилепил человеку, который за него заступался и мечом ухо отчем, говорю, Господь говорит, взявший меч от меча и погибнет. И вот такой случай, нет, не верю. Не верю, в Писании написано, не верю, что Господь может обратно ухо прилепить. Потому что поверил лжи, поверил лжи, что на войне можно убивать. Да, потому что православный Евангелие не знает, а тут даже человеку говоришь вместо Евангелия, а он уже не верит уже, потому что Господь отнимает веру за то, что человек поверил лжи. Сказано, не убей, но все, заповедь, заповедь, и Фома не верил. Да, но вот Фома-то как раз тут он верил, он верил, но он просто хотел убедиться лишний раз, как говорится. на раны посмотреть. Удостовериться это называется. А если бы он не верил, то они говорят, Христос от таких говорили, что даже если и мертвы придут, все равно не поверите. Если вы в Моисея не поверите, то как поверите мне? поэтому ничего страшного нет, мы веруя в что-то просим у кого-то доказательств, подтверждения своих слов. Ну, кто-то, кто правду говорит, тот спокойно скажет, ну, да, вот такие-то доказательства, а кто лжет, то что ты мне не веришь, что ли? Ты сомневаешься в моих словах, да, сомневаюсь, что-то такого. Никого греха в этом нет. Я человек разумный и не надо быть доверчивым и простодырами. Писание говорит, остерегайтесь людей. Люди разные бывают. тем более люди в миру неверующие. С ними нужно ухо держать востро и не быть, как говорят, лохами. Так, вопросы по прочитанному. вот о бесноватом прочитали. Но много затронули вопросов и про животных, и про бешенство есть такая, болезнь, тоже корень бешенства. И шизофрения, это называется раздвоение личности, по-другому переводится, то есть в человеке два личности, то есть он то нормальный, то в вагоне в воду его бес бросает. То есть две личности в одном человеке, это вот беснование. то есть он не постоянно человек как бы ведет себя как бесноватый, а то беснуется, то отходит, отступает от него этот дух. Сирот может выйти, не может выйти иначе, как от молитвы о поста. И вот парамонастыритов эти вот говорили-то сегодня, упоминали. Там учение, что послушание ории выше поста и молитвы. Ну, ясно видно, что это не божество строения, монастыр-то. Дух обольщения, где нет любви, там нет Христа. Там только вот любовь к самим себе построим трекущей и все. А весноватый не хайся. Да, тщеславие. Нам хорошо и... так, ну все на сегодня. Давайте вопросы Игнатия нечем задавайте. Игнатий состоялась встреча с шахматом. Завтра состоится только. Бог даст, конечно. А, я думала в пятницу. Я завтра жду уже ролик. молите завтра предложение. 17 10 прилетает по-барнаульски. Это 7 по-барнаульски. По-москве это 7 минус 4 3. 15 в Москве начнется интервью. А через полтора часа после интервью начнется пресс-конференция. То есть там люди, видимо, еще какие-то приют корреспонденты. Да, Сергей, я скажу, что завтра в Москве получается 15 ну вот сюда встать и помолим тебя Акафистом. Слава Богу, за все. А очередь там будем читать. Ну, возьми это на себя. Нас Инать Тихо, чем не будет, тоже делай. Да, я зайду и тогда звонок создам. В общем. Да, группы звони, желающие, которые здесь присутствующиеся. Ну, посчитайте Акафистом, слава Богу, за все, или еще что-то своими словами. Это очень нам поможет, да, что делаем, считаю, важное. Ну, вот, Игнать Тихо, что лучше отвечать в рамках, что как бы для всех, для аудитории, он же журналист, или лично для Алексея. у кого, на все счет мысли. Или и то, и то можно, как бы, я даже то же, и для всех хорошо, и для Леши хорошо, он вроде такую, ну, дали, пролетел, и такой труд с одной стороны. А другие говорят, ну, он журнолюга, он журнолюгой и останется. Нет, Господь силен меня, сердца. Тут не надо так ярлыки так ставить. тем более, найти, конечно, громадный опыт беседы. Мне кажется, когда интервью, когда интервью, тогда для всех, а вот лично, там же много идей на собрании, там уже лично отдельно это можно. Необязательно, что все это будет. То есть, когда первые полтора часа, когда шахматов будет вопрос задавать, лучше отвечать так, как вот ему надо, вот он для этого и пролетел, потому что его же подписчики задают вопросы. Игнать Тихонович этих подписчиков, говорит, да Кодлову, для него там крутится всякое, смутно наводит, тоже, скажи ему, так он обидится еще, но правильно, самый первый вопрос, Игнать Тихонович, очень мудро, ты обидчивый или нет? Если он скажет, что да, тут, а если скажет, нет, тут уже все, сам сказал. Теперь вот, лови их, как говорится, фашист гранату, получай по полной программе, правду матушку. Но будет интересно, он сам понимает, что интересно будет. Но меня насторожило, что, во-первых, фотографию, он на своем ролике взял такую неудачную из роликов врагов, и студию назвал, не нашел, не дорожно, не придумаешь, студия, секта называется. И первый вопрос, он будет, все его подписчики, то вот, секта, секта, вот они вот такие все вот, сектоведы. Куда не плются, православный, сразу с сектоведа попадешь. Так, ну вопросы? Хотел задать вопрос насчет прочитанного. Ну, то есть, Иисус Христос говорит, что сей рот изгоняется не иначе, как молитвой и постом. Пост здесь, ну, как бы, о чем говорится, какой пост имеется в виду? Может быть, я что-то пропустил, я немного отлучался. Потому что, ну, получается, кто должен был поститься в данном случае? Молитву понятно стало, что отец, как бы, начал молиться, Господи, помоги моему неверию, а пост, что о посте можем сказать? Молиться должен тот и другой, молиться и поститься. И кто молится об этом, и кто болеет. как будто бы не было. Когда говорится о посте, то имеется в виду не пить и не есть. Если может человек. Естественно, что не пить, не есть, а потом-то опять пища постная. Никак там, чтобы мясо наелся после этого. надо смотреть. Игнатик заказывает спросить молитву по соглашению, уже это заранее будет. Ты, Сергей, не забудь взять, ты хотел планшет взять, где у тебя поисковик библейский был, чтобы я только называл, а ты мог прочитать. Возьму. Да, возьми сразу, отложи все, чтобы ничего не забыть. Переходники, заряди аппаратуру, никаких ошибок не должно быть. И встречаюсь, как говорили, поднимешь головой, и все. А мы уже с Галиной подойдем, прямо здесь и будем стоять. если нас там не будет, сразу позвонишь. Вот сегодня, сейчас на меня пришел один человек, попросился побеседовать. Из Москвы, в центре Москвы живет. Он говорит, сразу извинился, и говорит, я ночью звонил, забыл, что разница-то в 3-4 часа. Он даже не знал где-то. Давно уже смотрит. И жена у него там рядом. Столько у него ласки, сколько внимания. Он заходит утешить. Никогда не смотрите, кто там что, как говорит. Мы-то, нас-то сколько больше, мы, которые утешаемся-то. Это Господь так делает. Накануне, именно из Москвы, я какой-нибудь назову ролик, говорю, шахматы, а это мы все смотрим. Я там, в чатру летки, они все смотрим, говорит. Он говорит, я уже и утром, и вечером, и ночью смотрю. С бородой не тронутой. Жена покрытая платком. Ну, видно, что он, может быть, лет 50, а жене непонятно сколько. Видно, что она благородное, облищивание такое. Ну, увидите, я сейчас его уже под закачку пустил. Уже ужал, и все. Сейчас могу даже посмотреть, сколько много или нет осталось. Да что, уже все, закончилось. Я его сейчас прямо выставляю сразу. Прямо сейчас же. У меня вопрос, вопрос, знаете, вот, про прочитанном мы видели два примера, вернее, один пример из прочитанного, где отец уверовал и молитву прочитал, дай бог мне, веры. Второй, вот Сергей рассказал свою историю про сына. На вашей памяти были такие случаи, где исселялся постом и молитвой, ну, больной. И вот именно меня удивила тут роль отца. Ну, как сказать, вот, я точно, что уж знаю только, когда мы молились, и как люди исцелялись. У нас крест один. Вот я уже выставил, сейчас у вас там будет видна она. Прямо сейчас посмотрите на него, на жену и послушайте. Я не знаю, сколько у нее, сейчас я скажу, сколько времени мы с ним говорили. Так, минуточку. 24 минуты, 56, ну, 25 минут. Я торопился тут и, ну, хорошо, познакомились. Вот вы увидите, какие люди есть, которые знать не знаем, они молятся. Вот тебя и сейчас находит Господь. Ну, что, приезжает человек, у него вены на ногах лопаются, вырезать надо. Какая-то операция тяжелая. У меня крест. Мне, однажды я сидел за печатной машинкой, подошел сзади человек, знакомый мне, и говорит, закрой глаза. Ну, я закрыл глаза, сам печатай, и гляжу, что-то он сделает со мной. А он надевает на меня цепочку, как вот священнический крест с цепочкой. И я глянулась, видимо, серебряный крест, он у нас там лежит на столе на книгах. Я говорю, а что это такое? Не знаю, говорит, нашел, видимо, там, где расстреливали священников около тюрьмы. И вот Господь сказал ему вроде, чтобы на меня надеть. Я же не священник. Я у него цепочку эту отнял, а в карман положил. А меня тут раз и арестовали. И у меня крест пошел со мной. Но теперь-то пока в КПЗ держат еще бы ничего. А я вспоминаю, как этот человек приехал, Андрей Долгов. И я говорю, у меня крест такой есть и по всей видимо отмущенника. И он взял к этим к венам приложил. А там у него такие узлы уже завязаны прям на венах-то. Он встал утром-то рассказывает, а у меня как будто и не болело. Посмотрел, ноги еще нет. Я не видел, это ночью было. Но крест-то был здесь. И у нас сейчас кто приходит, крест берут, каждый сам себе прислоняет его к больному месту. Я прислоняю к глазу. Глаз-то уже давно бы ослеп. Он тащится, а уже года четыре я его все баюкаю, порезанный. Был инфекция, зашла туда. Вот такое дело. Видел и молились и получали известие по молитве издалека, из других стран. Просят и тут же сразу дают ответ. А еще наша молитва, какую она роль играет? Это Господь. Мы только что выразили желание. Я один раз испытала одну, звонит и у нее один внук еще-то у него с сердцем. И она звонит, я говорю, а что у вас в Германии молиться что ли некому? Ну вот это мы слышали, вам Бог отвечает. Мне даже это с Австралии писали. Да я откуда знаю? Я благодарю Бога, получил и не получил. На вот внука на операцию. Но я говорю, я сейчас буду молиться, раз просите. Но он умрет, я говорю, через 10 минут на операционном столе он умрет. Как так? Ну ты вообрази маленько-то. Надо молиться или нет? Если не буду молиться, я не знаю. Если не буду молиться, мне уже известно. Результат вот такой будет. А почему? Я не знаю почему. Я знаю только Господь знает жизнь человека. Знает что это будет злой, неугодный человек. И чтобы такой злодей не вырос, Бог его забирает. И во всем доме был найден угодный Господу у царя языки один человек. Это был ребенок 12-летний и Господь его забрал. Причин много разных. Она молчит по телефону. Я молиться или не молиться. Не знаю. Она не знает. Я говорю ничего нету. Я тебе просто испытал. Я же сказал испытаю. Я не знаю. Ответа у меня никакого нету. Но я помолился. Она на операции. Там где-то в коридоре стоит. Маленько время прошло. говорит операция закончилась успешно. Но температура у него ползет. Там сгорит все. Помолитесь еще. Я еще не закончил молиться. Она звонит. Температура пошла вниз. Может никакого отношения я вообще тут не имею. Но это Бог делает. Вот какое дело. Уже кто-то перетащил тут. Вот познакомьтесь с людьми, которых я тоже не знал. Как они... Сколько ласки у них тут было. Ни одного слова поперек нету. Это мне утешение. А что там где-то много. 9000 я уже заблокировал даже больше 9000 за 8 месяцев. Которые там ругают, матерят меня. Всякую гнусность говорят. Ну и что? Велика ваша награда на небесах. Все утешение Бог дал. Меня гнали, будут гнать и вас. Он нам не обещал спокойную жизнь где-то зачехленную под зеленым сукном. Дальше я даже не знаю что с ребенком как. Я видел мы молились человек расстрелялся. Нас все время просят и молимся мы. Мы даже этого не замечаем. Мы помолились как будто бы так и надо. А человек приходит и благодарит Бога. Вот я не была здесь. Вот сколько времени я болел и мне легче стало. Оно может все и связано с молитвой. Но мы этого не знаем. Что мы будем присылать. Наша молитва вообще ничего не значит. Она вот так. Еще они еще нету? Как же так? я же не знаю какие вопросы ему надавали. Он приедет. Какие будут вопросы задавать? Я не знаю. Только один знаю. об отце Владимире Головине будет говорить. Молитва по соглашению как я смотрю. Я это отвечу по Слову Божию. Я сразу предупрежу. Что ответы буду давать во свете Библии. Этим они мои ответы. Разница от всех кто дает. меня интересует это. Дальше второе это творение святых отцов. Третье каноны церковные. Четвертое жития. А дальше уже из опыта. Игнатий Тихонович. Вам вопросы будут задаваться наверное скорее всего те же самые что и всегда. По всем острым темам которые касаются вас. То есть клевета которые на вас есть он 100% будет все эти вопросы принимать. А при чем тут я могу сказать обо мне спрашивать. Каждый из себя даст отчет Богу. Обо мне биография книга написана для Слова Божия нет Иисус. Начнешь что-нибудь говорить что Господь делает а вы хвалитесь я я я буду говорить ты 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 а дальше еще нуль пустота ничего у тебя нету. Апостол говорит я более всех был в трудах более путешествиях более и везде а потом подражайте мне как я Христу. Почему это не Петр никто не сказал потому что ни у кого этого не было и повторить путь Павла никому не удалось сегодня вот один ко мне заходил я вас не искушаю нет я вас люблю а сам такой я говорю ну почему вы не крестите как есть ну я крещен с полным погружением но почему другие да вот кто-то что-то сказал тебе самому интересно кто-то сказал ну как Библия это говорит дальше опять вопрос ну знаете народ такой слабый стал ну поэтому мы планку принижаем да кто ж тебе дал право откуда тебе известно сейчас медицина так работает раньше у них срок жизни больше 40 лет не было давно ли это было а сегодня мне уже 80 ну мы же не ищем эту льготу льготу это значит знать не хочу вы причащаете тех которые не постятся ну а как ну как-то причащать когда за то что пост не соблюдают на 2 года отлучаются от церкви ты отлученного оглашенного изгнанного он должен стоять там за пределами оглашенной изъедите и чтобы он ушел и он начинает опять то же самое а чем ты тогда других отличаешься ну вы сами попыт выдумали веру вот я там высчитал из 719 действующих правил 413 нарушается ежегодно а какие где ну у тебя же есть правила и жизнь знаешь вот смотри есть или нет только без без всякого разного вот считаешь я говорю считай 140-й псалом Сергей прочитай его он небольшой псалом 140 слушайте внимательно это к попам в первую очередь я ему прочитал он должен внимания господи к тебе вызываю поспеши ко мне внемли голос умоления моего когда вызываю к тебе это я присваиваю тебе это моя молитва дальше да направится молитва моя как фимиам при лице твое воздеяние рук моих как жертвы вечерние мы поднимаем руки и молимся каждое утро это тоже моя молитва положи господи охрану устам моим и огради двери уст моих и что не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных вместе с людьми делающими беззаконие и да не вкушуя от сласти их я говорю это же про вас говорится лукавые слова какие-то канон нарушается вселенский там 430 епископов и ты ну неужели ты не понимаешь что твое значение это меньше значит а нам архиерей говорит так иначе никого не будет в храме ну так и скажи что тебе жрать нечего будет с голоду сдохнешь в кого ты превратился всех допускающих без свечи покупали поганые свечи не восковые ой он тогда гляжу маленько то утихнет то опять это ролик будет стоять ну нас прерывало тут я его не могу выставить он разорвал на 3 части ролика интернет значит через неделю будет увидите с бородой нормальный хороший пришел пришел и как говорится в любви изъясняется а что не скажу и опять дальше больше никто этого не сделает только вы вот только вы не поймешь то ли смеется то ли правду говорит ну говорит о том что никто этого не делает не делает ну ты делай ты обличи скажи нет народ слабый я не могу говорить но павел говорит книга правил она у вас в прошлом году изданная была допустим женщина которая умертвит плод свой независимо от возраста хоть одна неделя утробному плоду отлучается на 2 года вы отлучаете да нет да что вы ну так ты говори что вы устроили из церкви на вторую букву б вот ты решай теперь сколько у тебя таких женщин кого ты причащаешь ты сам мертвый таких же мертвецов клепаешь вокруг ну и так это поговорил все удивляются какой во мне огонь я говорю так написано огонь в костях моих я хотел усиливался молчать но я не могу молчать когда надо я могу молчать но ты раз пришел ко мне обязан тебе насыпать этих углей за пазуху почему венцы не надеваете когда венчаете венчания никакого нет идут сзади женщина там мужчина держит венки какое это венчание когда головы не касаются ну ложку почерпни там еще у тебя есть каши какой и мимо так пронеси рядом и все это как хажа на середин один мужик подошел у него шашлык и он подошел где дым идет ой как вкусно хлеб откусит ну и хорошо же я сегодня с шашлыком покушал а тут его схватил и Каде Каде это судья вот говорит он как он говорит у тебя еще денег нет он говорит да есть я не брал он говорит дай сюда он ему деньги отдал а тот уже рот разинул шашлычник то а судья взял в руки вот так вот помахал и гремят деньги ну ну и все вот и все ты тоже слышал как отдал обратно ему идите отсюда он понюхал дым а ты послушал звак звак монет с нами только так рассуждать надо я слушала ролик Алфеева Илариона о посте и вот он говорит значит сейчас трассная седмица и в четверг не упустите как его возможности причаститься почему в четверг именно это сказал Иларион так почему ты мне так говоришь я не могу отвечать так вы тоже наверное знаете почему-то конец поста последний раз господи лыка живота моего так принято причастие при чем тут может и в пятницу быть и в субботу и воскресенье и в первый день пасхи бывает ну он сказал так и сказал что тут допытываться а почему а у вас вообще не будут причастаться в четверг мне интересно а почему Бог так вот сделал сотворил я говорю так вопрос-то ни ко мне я ничего не творил ну ты проси у Бога господи зачем ты сделал мне два глаза спереди а сзади ни одного начинают прикапываться а я и сам такой же как ты я ни Богу не задаю вопросов никогда повторяю никогда и с католиками я ни разу не спорил ни разу с баптистами тысячи раз ну не спорил а возвещал истину посмотрим что будет и главное ограничивает присутствие сколько на пресс-конференции могут много а тут только один нет я сказал я не один с нами еще двое двое записывают а у Сергея планшет если я ему сказал какой найти он сразу раз нашел надо мне не просто считать абсолютно точно до запятушки сказать им завтра вот в это время вот и молитва по соглашению у нас канон слащайшему Иисусу просчитайте вы же договорились вроде да ну и вот и Господь как-то бы управил наше косноязычие не забудьте главный ушной аппарат да уже лежит миленькая ты моя сестренка уже в кармане а батареек-то нету он вчера из больницы краевой ко мне сюда приехал еще решил меня смотреть а тут в это время мне опять звонок люди-то приходят я махну руку иди тогда домой потом когда-нибудь мне некогда об этом думать уже положил все Игнать Тихонович мы с сердцем всем с вами я там вот Казань Татарстан там семья наша с Арменией тоже человек болеет давно вас смотрит позже он просто молиться будет все будут молиться дорогой мой Вячеслав все будет заснято поставлено тут никак не побудешь далеко одна до вас ну и при том они там что-то свое думают но своих-то которые я договорился на два аппарата Галина и Сергей это я уже буду твердо стоять это мне необходимо завтра начну обзванивать корреспондентов фотографов пусть и нет ну посмотрите сейчас вот который Сергей гляжу передвигает это уже как разговаривали какие люди вот понимаешь это это нельзя выразить сколько в них радости сколько они смотрят вот это утешение что а ты что делаешь да вот что у вас там сто человек пришло ну сто не сто но тридцать четыре тридцать три я сейчас даже не знаю кажется сейчас я гляну ну да тридцать пять тысяч подписчиков и сорок 34 миллиона просмотров ну это же миллионов значит смотрят люди вот это вот это интересно вот у меня настолько много вот священник тоже начал говорить тут был кажется Тимофеева звать ну под меня подыскивается вот я там с монах монахов там нашество не признают там мощи ну не на этом зациклились я говорю вы где где я против был то вы скажите а вот там ну и как и один человек сказал я отвечаю за свои слова а не за то как вы их поняли если у меня там задействованы прописора три или четыре теперь уже миссионерских отделов которые я их не признаю за отделы и Одесский монастырь мужской отостали мои книги и теперь Киево-Пещерская лаври пять лет уже и Дворкин и меня не вызывает как Головина нигде не давят это чего-то значит то есть они понимают что если они здесь пойдут то будут дело иметь не со мной я их предупредил заранее и от меня это не зависит я никакого отношения не имею девяносто восьмой год пятнадцать комиссий краевых было и статья Лапкина прихлопнули в газете статья наконец-то закрыли лагерь этого лжеправославного подал на них в суд московский комсомолец на Алтае а кто это делал это Александр Самольцев пишет это лучший из них самый талантливый журналист там корреспондент я еще суд не окончил его уже нашли мертвым а там лет тридцать пять было ему такое таинственное убийство разбросаны книжки книги там или что-то его где-то в подвале что с ним было ну я так это все подробности много знал с краевой прокуратуры я его пальцами трогал против меня был задействован профессор какой-то он сильно говорит там выступал его ребятишки в подъезде поймали и ножами кололи и кололи ему задницу исполосовали всего ножами и мне в краевой прокуратуре что это такое какой-то разгром везде идет я ничего не хочу господи прости им они не знают что худо делают но однако вот так я предупредил а это теперь они взяли а вот видишь он стращает если я не скажу не скажу да значит молчишь значит правда глаза колет молчание знак согласия а если сказал ах вы грубия да вы что да то есть я не должен на них ориентироваться я должен чувствовать что во мне сказать не сказать а если сказать чтобы слово было приправлено солью дабы знали кому как отвечать так писание учит соли хватает это от когда Давыд был он говорит идут допустим выше 5000 а теперь надо нападать на врагов а они едут на телегах с собой везут запасное оружие я не знаю что там везут может быть какие-то генераторы на электричество ночью но это времена до Христа еще были и вот остаются люди охранять обоз обоз охранять это у Тараса Бульба описано хорошо у Гоголя ну когда возвратились а Давыд взял давай делить поровну о которых были в битве сражения они говорят а как же так мы жизнью рисковали эти сидели тут и жвачку может жевали Давыд говорит нет поровну и с тех пор так и вошло вот вы которые не можете попасть вы в обозе находитесь получите награду пророка получите награду мужчиника Христова во имя кого будете молиться во имя с чего у Бога все вымерено аминь да так написано я немножко кое-что выписал но надо будет считать а я просто указал места вот сегодня которого сейчас Сергеева передвигает который зашел я написал сеявшись со слезами будут пожинать с радостью он один потянет на тысячу этих клеветников вот она ну ее видно как она смотрит в лицо улыбку не могут спрятать теперь еще она говорит ей ответили не она говорит я не знаю как была крещена я сразу дал им маршрутку приехать а священник не надо ничего раз не было или не было главное то и проще то есть разбойники бандиты настоящие как патриарх Алексей второй говорил каких бандитов напринимали в церковь бандитов это священников говорит Игнать еще вопрос такой вот я тоже выхожу на то как оглашенный а в пасху тоже надо выходить на пасху на богослужение лечебное как оглашенный если нет трехкратного погружения а я не знаю о чем речь идет нет я говорю если ты оглашенный оглашенный да оглашенный отмечай надо выходить надо ну пасха что ты в пасху что крещение принимаешь все понял вот об этих которые тут сеющие со слезами его кажется Григория звать о них речь идет сейчас я маршрутку скинул об оглашенных Игнатий Тихонович надо ли выходить на пасху оглашенным Сергей сказал надо Сергей прав если литургия совершается ну куда там не на улицу может быть а здесь где у нас коридор никаких послаблений ни на какие праздники нет единственное послабление при смерти а у него допустим аборт сделан на 10 лет а потом ее схватили колики и она лежит гнется и видно что помирает ее надо тогда причастить причастить это означает она уже несоглашенными а причастили ее а она выздоровела и эти 8 лет которые не хватало дальше продолжает нести вот как дело обстоит я эти каноны считал когда все удивлялся те которые написали и как она должна выходить она на исповеди пришла и говорит батюшка со мной большая беда какая ну была ездила в отпуск в Грузию приехал и шалаше спала с другим а муж очень ревнивый вот сейчас вы меня отлучите он сразу узнает это и он меня просто убьет и церковь канон сделала что она может не выходить из-за ревнивого мужа но не причащаться вот послабление только в одном случае ревнивый муж ну а может кто-то под это тоже старался попасть любящая мать это наша родная православная церковь так уже все 34 минуты Сергей тут я о все-то ты ушел я хотел тут посмотреть кто у нас есть кто-то кто не молился то еще вот там я не знаю кто там в шапочке крайней это Галина новенькая Галина но она верующая не знаю ну ладно в очках кто вот пускай она после тебя достойно есть какого истинно блажит и тебя богородицу пресно блаженную и пренепорочную и матерь бога нашего честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим без истления бога славашую сущую богородицу тебя величаем Игнать Тихонич Лена что-то стесняется видимо или что другого назначить или ставим помолиться микрофон у вас выключен я говорю рядом там Валентина пусть молится если нет так вон я гляжу вроде выходит Виталий все-то было исчез давайте я давай благодарю тебя господи за тихое мирное время которое можем мы собираться у ног твоих даруй быть не только слушателем но и исполнителем заповеди твоих святых не быть молчальниками ибо молчанием предается Бог а возвещать волю твою даруй Господи состоятся встречи Гнатия Тихоновича с Алексеем расположи его Алексея к принятию истины Божьей во славу Божью посетись цели болящих и немощных Илариона Валерия Владимира Татьяну и всех болящих и немощных из телодвижности от Анфимовской общины и здесь все повсюду находящиеся распусти нас миром Господи благодарю Тебя за наставника священника и братьев рожденных свыше даруй нам умножить это сообщество во славу Твою Тебе хвала слава чести поклонения отец сына дух святой аминь 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 посмотрите его выставили уже мы аминь спасти христос аминь 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 собрался спать зовущий апсалом 148 а тут кот белый спать ему не дает и все заснял хорошие ролики Володя сегодня 521 просмотр для нас это нормально аминь тут обошел первый второй мостик 717 ну это сегодняшнее а вот эти только что выставил сейчас ну минут пять наверное 71 просмотр уже ладно отхожу Продолжение следует...